Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу», я ее ведущий Евгений Агарков. Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрение следователю ФСБ, который выбивал из повода Гриба показания. Речь идет о старшем следователе по особо важным делам 2-го отделения Следственного отдела управления ФСБ по Краснодарскому краю. ГПУ утверждает, что он при отсутствии каких-либо объективных доказательств обвинил Гриба в совершении особо тяжкого преступления. Напомню, российский суд продлил меру пресечения украинскому политзаключенному Павлу Грибу до 24 апреля, а его обвиняют в якобы подготовке теракта. Министерство иностранных дел Украины выразило протест, там назвали это дело фарсом и требует освобождения парня. Гость нашей программы сегодня это отец Павла Игорь Гриб. Я вас приветствую в нашей студии, Игорь. Добрый день. И предлагаю начать сразу с важной повестки. Вы на прошлой неделе, я знаю, что были в Лондоне. Давайте начнем, что обговаривалось, потому что речь шла также о возможном списке Магнитского, который создает Британия. Есть возможность, что дела наших политзаключенных попадут в этот список. Для зрителей я напомню, что список Магнитского впервые был создан в 2012 году после смерти в тюрьме «Матросская тишина» в России Леонида Магнитского, которого удерживали за то, что он разоблачал темные схемы российских чиновников по отмыванию денег, которые возвращали бюджетных денег. И вот согласно этому списку, против людей, которые были причастны к смерти Магнитского, вводились персональные санкции. То есть сейчас рассматривается вот такой вариант. Давайте подробнее о Лондоне и что в результате мы можем от этого получить. Поездка у нас готовилась довольно долго и когда уже все эти формальности были соблюдены и нам уже стал понятен наш план действий, то мы стали думать, мы это организации, правосвященные организации Украины, что максимально можно взять от этой поездки. Давайте изначально, вот какая цель была поездки в двух словах. Первое, это донести до политиков Великобритании относительно состояния дел, вопроса украинских политзаключенных, это первое. Ну и максимально использовать вот этот момент, это общение с политиками и международными правозащитными организациями, которые находятся в Лондоне, относительно этого вопроса, какую помощь мы можем от них получить. В этом свете у нас и была поездка. По плану мы прилетели, мы прилетели туда на выходных, чтобы подготовиться и уже прямо с первого практически дня у нас были очень плодотворные встречи. Это была встреча и с нашей диаспорой, лондонским Евромайданом и организацией украинских эмигрантов, которые находятся в Лондоне. Это на наступный день мы провели встречи в форин-офисе с директором департамента права человека и демократии Джонсоном. На этой встрече мы и, это была первая встреча с представителем правительства Великобритании, на которой мы подняли вопрос политических заключенных, где и Мария Томак, правозащитник украинский, которая с нами там была, и передала эти списки, возможно списки тех людей, тех чиновников Российской Федерации, которые преследуют наших граждан по вот этим сфабрикованным обвинениям. Как воспринялись списки и есть ли уже какие-то обещания, хотя бы обещания со стороны Британии? Обещаний быть и не может. Списки мы передали сначала в форин-офисе как правительству. Я хочу отметить, что у нас встреча была запланирована 40 минут, она практически шла полтора часа. То есть заинтересованность британской стороны была, ну, было видно, это заинтересованность, вы понимаете. И очень много нас расспрашивали, уточняли эти все детали, эти все моменты. Мы передали туда не просто только списки, передали те материалы, которые у нас есть, которые нарабатываются правозащитными и правозащитными организациями Украины. Мы увидели реальную заинтересованность британского форин-офиса. А на наступный, следующий день мы уже имели встречу с Бобом Сили. Это парламентарий, с которым мы уже и договаривались для проведения этих встреч. У нас очень составилась плодоторная встреча в самом парламенте, где мы обговорили полтора часа, мы тоже обговаривали этот вопрос. Тоже там рассказали про свои кейсы, рассказали про кейсы других политзаключенных, где рассказали про общую ситуацию. Боб Сили, он ничего не обещал. Он ничего не обещал. И очень приятно, что, знаете, может быть такая встреча, что, ну, как всегда, знаете, очень дипломатично. Да, мы там возьмем там и так далее. Он не обещал, но он сказал, эти все материалы будут взяты в работу. Что они будут, он будет инициировать дебаты в парламенте. Дебаты – это уже более следующий этап работы в этом направлении, где будут подниматься вот эти вопросы украинских политзаключенных. И будут они уже перед правительством Великобритании ставить этот вопрос, каким образом правительство Великобритании будет нам, ну, скажем, помогать в вопросе освобождения наших политических заключенных. Сколько человек всего было в списке, который передавали? Ну, мы не будем, скажем так, зацикливаться на этом моменте. Почему? Потому что это такая информация довольно, ну, специфическая. Поэтому я… Ну, давайте не будем говорить конкретно о каждом человеке. Вот список есть цифра или нет? Мы не будем говорить. Я хочу сказать, что у нас есть фамилии и должностя тех должностных лиц спецслужб Российской Федерации, которые, мы точно знаем, что они принимали участь в выбивании этих ложных показаний от наших политических заключенных. Хорошо. Это помогу и пыток. Конкретно, если говорить о вашем сыне, что известно, вот, касаемо тех пыток, которые, вот, о которых говорят? В частности, ну, по причине которых наша Генеральная прокуратура открыла дело против следователя? Ну, смотрите, первое, если по сыну взять, это первое, это сам факт выкрадения из территории третьей страны, из Белоруссии. Второе, когда его вывезли на территорию Российской Федерации в лесу, там, скажем, его сразу запрессовали, сразу были вот этот следователь, относительно которого уже открыто криминальное проважение в Украине, он уже был там, он уже был готовый. И вот под этим прессом, ну, вы понимаете, 19-й летний парень, вы понимаете, в лесу, когда, кроме тебя, этот пресс, и там признаешься всем, что хочешь. Вот. И в подальшем, вот эти все вещи, которые там, не наданя медичной помощи, другие все вещи, которые должен иметь каждый заключенный, которого берут в тюрьму, это и есть те моменты, которые и там предъявляются. А касаемо его состояния здоровья? Вот, касаемо состояния здоровья, то, что он инвалид с детства, то, что он потребуя постоянного приема медикаментов, то, что не давалось, требует постоянного медицинского сопровождения. Этого тоже не было и нет, к сожалению. Тогда про что можно сказать? Это и отказ пустить врачей, которые по требуя европейского суда справа человека ездили, наши украинские врачи ездили в Краснодар, чтобы попасть к Павлу, и их не пустили. Вот эти все моменты есть. Но это еще не самый жестокий кейс в плане того, что к Павлу еще не были применены те пытки, которые применялись, например, к другим политзаключенным. Когда электрический ток, когда подвешивали на руках на дыбе, когда имитация расстрела, когда били резиновыми палками. Вы понимаете, это я уже не говорю за такие моменты, как постоянное психологическое воздействие, когда тебе на уши и так далее. Вот это все и есть тем моментом, который мы старались донести до парламентариев Британии. Как считаете, вот эта поездка, она принесет какие-то свои плоды или рано об этом еще говорить? Я думаю, все наши действия, которые мы делаем, они приближают тот момент, когда наши родные повернутся в Украину. Если ничего не делать, ничего не будет. Тем более, что это Великобритания, которая все года, вы знаете, это остров. У них еще и, скажем, политика внутри острова, этот Брекзит, который проходит, это тоже то, что эгоцентричные моменты. Но мы будем надеяться, что, так как нас заверили, что после Брекзита, вот этот список, расширенный список Магнитского, он будет введен в действие только после Брекзита. Ну да, потому что Британия, она имеет, ну, ей уже не нужно будет обговаривать этот список с другими странами. Да, она может, имеет право самостоятельно уже распоряжаться этим списком. А тем более, вот эти вот события, которые в Солсбери были, когда момент, отравили Скрипалей и так далее, вот это все складывается в тот, эти пазлы складываются. В этот список войдут, я так понимаю, и те, кто издевался над нашими политзаключенными, и те, кто причастен к отравлению Сергея Скрипаля. Касаемо Павла, когда вы его последний раз видели и допускали ли хоть раз вас к нему лично? Я, к сожалению, не могу поехать в Российскую Федерацию с понятных причин. А жена ездила один раз, за вот эти практически полтора года один раз дали свидание, полчаса, полчаса за стеклом, стекло тонированное. Она говорит, что я практически его и не видела. Разговаривали по трубке, по телефону, причем присутствует, обязательно присутствует представитель следственного изолятора, который не дает задавать вопросы, ну, которые, вот мать, вопрос, как ты себя чувствуешь, как ты там, условия содержания и так далее. Если ему что-то не нравится, он сразу пресекает эти все вопросы и предупреждает, что если еще такие вопросы будут, он просто запретит свидание. Тобто я с жены спрашивал, ну и что после встречи, она в таком, понимаете, в таком состоянии, наполненный шоком была. Говорит, я и... Ну, я в шоке, я не представляю, в каком шоке жена тогда была, понимаете. Когда это было свидание? Это было свидание 4 месяца назад. То есть после этого никаких разговоров, встречи быть и не может. Какая ситуация с его здоровьем? То есть вы говорили о том, что да, он инвалид. Какая ситуация с лекарством? Дают ли возможность получать ему необходимые лекарства? Дают ли возможность передавать эти лекарства? Или там ему предоставляют, может быть? Больше года в этих нечеловеческих условиях содержания, под постоянным этим прессом, психологическим, отсутствием лекарств, он, Павел, находится. То есть лекарства отсутствуют, не дают, да? Я сейчас скажу. Что там, какие изменения произошли в организме, мы не знаем. Сейчас мы снова договорились, снова, потому что это второй раз мы уже договариваемся, чтобы передать лекарства. Один раз мы лекарства передали, и они во время транспортировки, это первое, исчезли. В те время еще раз договорились в Ростове, снова сейчас купили лекарства с помощью наших консулов, генерального консульства Ростова-на-Дону, спасибо им, передали эти лекарства. Но мы не знаем, будут эти лекарства или принесут они пользу. Это вот сейчас свежая информация? Вот буквально на этой неделе, на начале этой недели, и мы не знаем, насколько они уже будут действовать. Вы понимаете, это не лечащие лекарства, а поддерживающие. Но если не знать реальность здоровья. Простите, а вот те лекарства, которые пропали, о которых вы сказали, там достаточно большая сумма? Ну, это комплекс, это не просто какой-то лекарств, это пропивать комплексно. Ну, вот какая общая стоимость этого комплекса? Ну, я не готовюсь сказать, ну, а какая разница сейчас? Ну, это же воровство получается. Если они пропадают, они, ну, кто, а кто, вы не знаете, кто отвечает вот за доставку лекарств к заключению? Это во время, это первое не было, понимаете? Одно дело с СИЗО, а другой момент, это первое. То есть это две разные, разные организации, ну, а во время это первое не... И Павел был прошлый раз во время это первое не избит, когда у него забрали вещи. Но вот это тоже момент. А кем он был избит? Ну, по нашим данным, самими... Вот теперь мы уже знаем, что самими конвейерами. Конвоирами. То есть, ну, я читал, что вот раньше была информация, что якобы сокамерники избивали, да? Да, якобы сокамерники, ну, мы же знаем, что конвоирами. Тобто там, где нет камеры, там, где завели, ну, и там... Это где? Это во время этапирования, да? Во время этапирования. Конкретное место я не знаю, но оно и не играет роли, потому что один удар в живот, один удар в живот может привести к смерти. Все на все. Привется вена, и все. Внутрешние крылья взрывания, и это может закончиться. Все. Это и закончится, если такого будет смерть. Угу. А есть ли возможность передавать финансы какие-то для того, чтобы он хотя бы мог на территории себе что-то купить? К сожалению, уже практически полгода как запретили передавать, непонятно нам на какой, по какой причине деньги. Это те деньги, которые кладутся всем на счет, всем, или в СИЗО, или уже на зоне, чтобы у заключенного мог купить или продукты питания, или те же лекарства какие-то, или просто вещи какие-то, в быту, там, зубную щетку, понимаете? Ему запретили, человек, который находится даже под следствием, не осужден, ему запретили просто. И теперь Павел не может, он зависит от того, что ему смогут передать с волей, какие продукты, какие вот эти все обычные вещи, тоже, извините, туалетная бумага. Все это надо как-то передавать, как-то это все делать. А он не может этого купить. Спасибо большое. Ну, мне нечего добавить, кроме того, что я шокирован. Но будем надеяться, что хотя бы благодаря той встрече, которая произошла в Лондоне, что-то изменится. Гостем программы «Лицом к лицу» был отец Павла Гриба, Игорь. Я, Евгений Огарков, прощаюсь с вами до следующего эфира на телеканале ЮЭ-ТВ.